Очень много сноючих садов попадало к нам в качестве не чистых сортов, а в качестве таких полуфабрикатов. И вот эти полуфабрикаты мы садим на корневой отводке, сдержанный рост, он даже дальше расти не будет. Видите, какие небольшие запросы? Все, он заканчивается, его корни больше не дают расти. Одним штампом, это величайшая глупость, когда даже крупные специалисты видят, что они фактически людей обманывают, у них покупают и все не сажаются, а должен быть один штамп. А им деваться некуда, отрезайте ветки боковые, и тогда будет колонна. А на самом деле, плодоношение вынуждено переходит, если ты не имеешь клоновый подвой, тот самый маленький, карлик вот такой, чтобы был метр всего. А хочешь иметь приличную колонну, то все равно нужно сохранять боковые ветки, плодоношение со 2-3 года переходит на них. Вот, получается, первый год, второй год, вот, третий год, четвертый год, пятый год, шестой год. А я купил вот это все, не считая технических взрослых деревьев, совершенно взрослых, все остальное посаживаем им руками, это 15-16 год. Вот это с 16-го года посадка. Семь лет, да, получается? Получается, семь лет. И попробуйте отпили боковые ветки, и что будет тогда расти. Это надо, чтобы вот, есть, отрезать, 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 оставлять один этот. А он перестает, сам штамп перестает плодоносить. Почти перестает, это такая особенность. Но он же только вот на боковых и будет. Ну, конечно, ему еще много лет плодоносить, то есть я считаю, что это неправильно. Ну, лет 30-то проживет. Крупные специалисты советуют расти боковые ветки, потому что им крыть нечем. Корову вы нас обманываете, у нас боковые ветки, значит, не колонна. Нет, колонна. Но эта колонна выросла на этих, приличное дерево, потому что здесь корневые отводки, уже нормальные корни, ну, 2-3 ведра дает каждый год, нормально. Хорошо. Бывают чудеса. Что-то хорошо, да, да? Вот это вот, ну, я назвал, слева, загадка. Не принимая черенки, а посмотрите, мертвые, мертвые. А почему я хотел перепривить? Берка потерялась, думаю, а черт не знает, что такое. И вдруг, осень этого года, я подскажу, один плод висит, два валяются. Слаще не ел в жизни я, хохол. Представляете? Вот это, вот такие чудеса. От кого пришел черенок? Не знаю. От кого взял, занял, купил, ничего не знаю, не помню. А прибили что? Вот его я... А, его и прибили. Да. И вот первый урожай был, а до этого уже название было загадкой. Я решил слово загадка сохранить за ним. Вот она веточка. Да. Это просто чудо. Она уже пошла. Вот так вот. Пошла, но это не серьезно, конечно. Это вот такой пример. Потом мои эти любимые занятия, это то, что видите, я по двой, ветка полезла, а я взял, оставил. Дикий. То есть из одного. Не надо удалять. Здесь росли 100-граммовые академики плоды. Был первый урожай, небольшой, но был. Вот я с него, смотрите, он уже у меня маточное дерево. А это я оставил, и, к сожалению, я ошибся. Я ждал, что там будет укрупнение, в ряде случаев бывает. То есть, что к нему перейдет этот самый гены крупного академика, перейдет на манджирский абрикос на подвой. Ага, вот какие были, то отцы говорят, такие оставили. Вот такой пример у меня не оправдался. Вот. Он раздвоился, да? Один дикий из подземли. Ну, что еще? Интересно, что вот тут. Вот такое дерево называется инкалка. Плоды на разных щетках совершенно разные. А как так получилось? А вот так случилось. А вот сюда даже прививали персик мы, а он все-таки загиб. Ага, загиб. Да. Не принимает. Но у него гены пошли от двух-трех прививок. У него пошли гены. Вот видите, мертвые. А он запутался. И все равно, даже от мертвых прививок, все равно гены попадают туда. И теперь на нем три разных сорта. Причем, это, хотя он, ветки родные друг к другу. Допустим, вот ветки. Ну, это 20 грамм, а это 40 грамм. Еще и формы разные. Вот так бывает. Сам интерес, одна из самых интересных вещей, непознанных нами. Я пытал ученых наших, смешно. И толку не добился. Это же у меня мусор, да? Они мелкие. Вот. У них штамба есть, я их называю. Это не кустарник. Вот летом, знаете, какие они огромные, мне кажется, когда покрытились. Вот, дают предельное урожае каждый год. Вот. Столько компотов, варенья, чудеса не бывает. Единственное, что, да, действительно мелкие. Ну, допустим, 5 грамм. Вот. И я уже, а происхождение я не знал. Вот, что я не знал. Вот, что такое, кого не спросят, никто не знает, откуда они. Они есть, все-таки, на горшке. Можно найти такое и в СИЗОИ. Вот. Как-то распространилось. А они легко распространяются. Вот, видите, как я вот, края. Вот, взяли, выжили, никому не мешает. Что их? Эти же отводки. И вот однажды случилось чудо. Вот. Позапрошлый год, подхожу, она все в водах. И вдруг, вот на этой вот кране, вдруг, чудо из чудес. Плоды в два раза, как здесь, чем на всех. И тогда только до меня дошло. Вот почему мы ничего не знаем. Столыпинские переселенцы везли сюда. Тоже меньку, не знаю, косточку. Кто может саженец там, где-либо вернул, привез сюда. А они не погибли. Они, ну, это слово есть такое, задичавшие. Задичали. Я считаю, что это неправильное слово. Приспособили. К ветке, я еще ломалась. Те погибали, которые давали более крупные плоды. А которые более мелкие плоды давали, те, значит, выжили. Вот. А гены крупноплодности остались. Есть способ, я считаю, что чуть ли не... Это то есть на одном и том же дереве прививать, прививать, и он будет лучше? Нет, не на доме тоже. Нет, он тоже могут улучшить свои качества. Но гораздо интереснее, когда, значит, дерево привили. И еще совсем молодости. То, что считается минусом, а я считаю, гигантский плюс. Да, у него, согласно Митюрину, совершенно расшатанная наследственность. И то, что я беру ветку, совершенно молодое дерево. Да, вот оно, смотрите. Вот молодое дерево, видите? Я, допустим, взял с ним ветку. Так. И привил. Еще год-два получил такое же дерево. И уже со второго поколения привил на третье. С третьего на четвертое. И вот у меня получилось так, что вот вроде бы, вот как это видно, совершенно дикое, я могу вернуть качество. И вернул. А? Вот в чем дело. Я пытался потом задним словом объяснить это явление, но объяснил сам себе пока. Ну, короче так. Изначально на Руси, даже на планете Земля, росли культурные растения. Вот. Меня посчитали там не совсем адекватно. Я тут случайно не раз рассказывал. Ребрик, главный редактор журнала, этот самый. Вестник садового. Вестник садового. Вот, взял, напечатал мою статью, где была вот эта фраза. Изначально росли на землях, сразу культурные. Угу. Вот. Ну, получил. Железо несет дичь. Но дело-то в том, что почему-то у меня с каждым поколением они укрупнялись. А считается, а тем более влияние дикого подвая не должны были. И тогда я придумал сам себе. Почему они начали укрупняться? Потому что, сроднившись с дикарем, получив от него сок, который выдержит минус 40, так, перестав семилить, вот так вот, у него просыпается самое лучшее качество. Крупность, сахаристость и прочее, прочее. Красота даже. Красоты необыкновенные. Потом, значит, получается так. Вроде бы я, вроде бы я подтвердил, что существует негативная гибридизация. Негативная гибридизация, это значит, что новые качества уже перешли в генную память. Вроде бы да, потому что он настолько отличается. Вот ни на маму, ни на папу, по двой же, назовем папой, приводим, назовем мамой. Не похож ли на папу и на маму. Когда-то ничего, я не вспомнил, что я дедушка, баба. А я подумал, подумал, думал, 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 да что же это такое. Значит, получил гибрид, явно выраженный. У меня тысячи фотографий, уже не сотни, а тысячи. Для доказательств уже столько, что можно было бы... Вот, Ирина Александровна, если продлит это дело, продолжит. А что она будет делать? Она, ну, защитит кандидатскую, потом может быть допуску. Но ей предстоит доказать это до конца. И вроде бы витеринга существует, но ни на папу, ни на маму не похож. Что вы думаете? Берем ветку, приваяем на следующие поколения. Теперь уже на себя не похож. И получается, кто прав? Не сохранились качества эти? Привык, я хотел бы их сохранить, не сохранились. Вот и все. И теперь так, все висит в воздухе. Я уже вынужден говорить, витативно, говорю, существует. Геном изменился 100%. Невозможно, все качества новые. Морзостойкость выше, крупность в два раза. Цвет другой, все, 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 все. Обратно уже не вернешь то состояние. Значит, витативный гибрид. Обратно не вернешь. Но и сохранить невозможно. Получается еще один вариант. Особенно благодатные абрикосы. Ой, какие они благодатные. Ну, у меня были случаи, я тут только сейчас фильм снял, выставил его. Там берется мой, я сейчас закончу уже, устали все. Просто это тема витативной гибридизации, это моя. Надо, чтобы было. Вот, сейчас еще минутка. Значит, персик косанский. У меня 50-60 грамм. Больше получать не удается. Персик переезжает в Шаламаю, в Виталию Шаламаю, в Сахалин. Он его помещает в теплицу, прививает на степную вишню. И вместо 50 грамм получает 200-220. Значит, были заложены в качестве. А как получилось эти 50? Это несколько поколений, несколько десятков поколений. А может быть, сотен поколений. Только косточками. Чем мельче косточек, тем мельче плод, тем их больше. Шансов выжить больше? Да. В природе, допустим. Потом кто-то его съел, необязательно человек, может животное. И так получалось, превышу получали мелкоплодное. Закреплялось, закреплялось, закреплялось. Но крупноплодность изначально, как я скажу. Она никуда не делась. Ее надо вернуть. Несколько поколений, 3-4, все. Ну, благодарю за внимание. Спасибо.